Не бывает каких-то однотипных операций. Это редкая профессия в целом для Беларуси, для всего мира. Любой врач, не только пластический хирург, среди обычных людей видит своих пациентов. Это нормально. Приветствую, меня зовут Жилинский Евгений Викторович. Я врач-комбустиолог-хирург, пластический хирург Республиканского ожогового центра, доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии Белорусской медицинской академии после дипломного образования. Действительно, профессия врача-комбустиолога это достаточно редкая даже медицинская профессия и занимаются данные врачи с пациентами, имеющие термическую травму. То есть, это ожоги, отморожения, поражение электрическим током, в том числе природным электричеством. То есть, то, что связано с каким-то агрессивным воздействием на кожу человека. Это может быть не только пламя, горячая жидкость, но и химические вещества, кислоты, щелочи, что может приводить к повреждению кожи и развитию тяжелых осложнений. Также врачи-комбустиологи-хирурги являются реконструктивными хирургами. То есть, они оказывают помощь пациентам, имеющим различные рубцовые последствия. Не только определенные рубцы, но и также тяжелые рубцовые контрактуры, деформации лица, когда изменяется конфигурация лица и шеи, происходят вывороты века, вывороты губ. И всем этим занимается врач-комбустиолог, и пластический хирург, и реконструктивный хирург, а также другие врачи нашего центра. Да, это редкая профессия в целом для Беларуси и для всего мира. В Беларуси около 30 врачей-комбустиологов. Если быть точным, то, наверное, 7 ожоговых центров республиканского областного уровня. То есть, это отделения, либо отдельные койки в хирургических отделениях, где оказывается помощь пациентам с различными ожогами, либо другими термическими травмами, либо агрессивными воздействиями на кожу. 11 лет я работаю врачом-хирургом, в том числе врачом-комбустиологом-хирургом. Я в детстве достаточно тяжело болел, и я понимал только одну профессию, то есть я видел, как работают врачи. Я тоже хотел быть врачом, то есть тоже хотел помогать людям, поэтому я пошел в медицинский. Я победил на республиканской олимпиаде, был призером международной олимпиады, и поэтому я поступал без экзаменов. Закончил лечебный факультет, когда я пришел во взрослый ожоговотделение к заведующему, и мы с ним побеседовали, он не то что предложил, а сказал, что скорее всего это мне будет интересно, и я смогу этим заниматься, поскольку это достаточно сложно в первую очередь. Ну и как бы морально нужно быть подготовленным, и он как бы сказал, что я вижу человека, который у меня будет работать, и сказал, что оставайся, посмотришь, по крайней мере. Ну я и так и начал работать, сначала как дежурный врач, то есть я оказывал помощь в вечернее, ночное время, в выходные дни, потом начал работать в отделении. Сначала в детском отделении я работал, оказывал помощь маленьким детям, вот, а потом перешел во взрослый ожоговотделение. У вас операции каждый день? Каждый день. Каждый день несколько операций. Здесь важно говорить, что бывает одна операция, которая продлится там, может, и 20 часов. Бывают и там 5 операций, которые длятся по часу. Не бывает каких-то однотипных операций. Даже если они одинаковые, у каждого пациента что-то отличается. И вот эти все моменты, мелочи, кажется, могут существенно влиять на исход заболевания, травмы. Поэтому это все нужно учитывать. В компостеологии достаточно длительная по продолжительности операции, связанная с реконструкцией, устранением трубцовой деформации. И очень часто приходится устранять трубцовые деформации на лице. И это не одна трубцовая деформация, их несколько. И все должно быть высокоточно, потому что ты не можешь задеть какой-то двигательный нерв или крупный сосуд. Ты понимаешь, что у человека уже была тяжелая травма, и определенные функции мимика, функции на лице уже отсутствуют, и усложнять ему жизнь ни в коем случае нельзя. И ты буквально делая под лупы, используя микрохирургическую технику, работая с микроскопом, разъединяешь какие-то ткани, устраняешь дефекты. И это занимает достаточно много времени. И это может быть и 6, и 8 часов, и 12, и 14 часов. Пациенту, который имеет деформацию лица и шеи, им сложно давать проводить анестезиологическое пособие. Поэтому мы стараемся выполнить достаточно большое количество реконструктивных вмешательств за одну операцию. То есть для того, чтобы как-то и ускорить реабилитацию пациента, и уменьшить различные риски, связанные с анестезиологическим пособием. Иногда требуется до 20 часов, чтобы устранить какую-то деформацию рубцовую или язвенную. Ты физически, может, не сильно остаешься, но ты очень сосредоточен в этот период, и ты понимаешь, что ты не имеешь права совершить никакой малейшей ошибки, и это очень сильно высасывает буквально тебе и все силы. Ты снимажен, да? При этом ты понимаешь, что на следующий день ты должен прийти на работу и также выполнять работу свою. Есть определенные операции, которыми мне нравится заниматься. Это устранение выворотов, устранение каких-то рубцовых выворотов, углубок, да? То есть это нравится, потому что ты существенно улучшаешь жизнь пациента. Он живет с этой проблемой уже несколько месяцев или лет, то есть ты не спасаешь ему жизнь. А к тебе поступает экстренный пациент, который нужно оперировать буквально первые часы, да, и твоя операция спасет ему жизнь. И она может быть намного сложнее, нежели там вот это устранение рубцовой деформации, формирование век, которые микроструктуры, чтобы сохранить все. Не сложнее технически, а сложнее о том, что ты понимаешь, какие могут быть осложнения и как их нужно преодолеть, и что потом нужно будет делать с пациентом, чтобы спасти ему жизнь. Любой врач, не только пластический хирург, среди обычных людей видит своих пациентов. Это нормально. Конечно, ты понимаешь, глядя на человека, что лицо должно быть гармонизировано, да, то есть какие-то элементы лица, они должны быть более выражены, чем другие. Но иногда люди хотят, например, иметь крупную скулу, прямой нос или острый нос. И ты в любом случае рассказываешь, что и как, почему. И решит ли это проблема или не решит. Объясняешь, что может быть, как это будет выглядеть и к чему это приведет. И даже если ты вот говоришь, что иногда делать здесь ничего не нужно. А человек говорит, я хочу, я хочу, я хочу, я имею право, я хочу. А ты говоришь, что будет хуже. Будет так-то и так-то. Но при этом тебя реально не слышат. А потом, когда это так-то и так-то, ну это все вот. С этим уже надо как-то бороться. С этим надо как-то жить. Медицина – это достаточно тяжелый труд. И каждый день ты делаешь огромный объем работы. Каждый день у тебя огромная ответственность. Ты должен понимать, как с этим справиться, как с этим жить, как совмещать свою жизнь и свою работу. Как не навредить пациентам, оставаться врачом. И как сохранить свои отношения с близкими людьми. Как найти на все время. И это очень тяжело. Каждый день, по сути дела, ты тратишь очень большое количество времени на дело, на которое тебе кажется очень важным, потому что ты помогаешь людям быть здоровыми. Ты помогаешь людям выздоравливать. В том числе в определенном моменте справляться с тяжелой травмой, справляться со смертью, выживать. Для того, чтобы справляться, ты должен отрабатывать методики, методы, с которыми ты работаешь максимально. Максимально индивидуально подбирать для каждого пациента определенный метод лечения, определенную комбинацию препаратов. Строить отношения с пациентом. Ведь это очень сложно. Кому-то нужно дать пинка, кого-то нужно пожалеть. И бывают ситуации, когда перед тобой стоит огромнейший мужчина, который плачет. И вместо того, чтобы его жалеть, ему надо дать пинка, чтобы он начинал что-то делать. А кого-то действительно надо пожалеть и объяснить. Важно не теряться. Оставаться, держать себя в руках. Потому что ты начинаешь работать, ты начинаешь помогать пациенту, какие бы ни были страшные вещи, их всех можно нивелировать, улучшить жизнь пациента. Если ты начинаешь с работы с пациентом, ты не замечаешь этих увечий, ты выполняешь свою работу для того, чтобы спасти ему жизнь, помочь пациенту. Есть такое понятие, как профессиональная память. Ты можешь не помнить лицо пациента, как его зовут, но помнишь, что ты делал. Вы мне руку лечили, показывать руку, я его два года назад делали то-то и то-то, или почти 10 лет назад. Ты иногда забываешь, как выглядит пациент, ты не можешь его знать, потому что люди тоже меняются, но ты помнишь свою работу. Медицина достаточно большой мир. Здесь много специальностей, здесь много разнообразных требований. И мне кажется, что в медицине может достичь успеха, получить определенный результат человек с любыми наборами качеств. Какие-то специальности требуют доброты, какие-то требуют уверенности, иногда эгоизма. Сложно сказать, какие качества приведут, и какие качества сделают и студенты, и абитуриенты хорошего врача. Конечно, любой врач должен быть трудолюбивым, должен быть доброжелательным, просто добрым человеком, чтобы уметь понять горе, понять боль своих пациентов, и помогать. Положительные моменты каждого врача – это его пациенты. Когда ты видишь человека, который выздоравливает благодаря твоему труду, это восторг. Восторг внутри тебя. Ты понимаешь, что твой труд не прошел даром. Какой бы ни был пациент, если ты действительно вложил в него много труда, и он выздоровел, ты старался ради него. Вот самый большой плюс в профессии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова